Вы понимаете, насколько вами легко управлять? Вам любую новость подсунуть можно? Любую! И 99% поверят! Всем привет! Сегодня разобьем материноми о QR-кодах на платежках ЖКХ. Выглядят они вот следующим образом. Обычно они такие сложные, большие. Вот пример такой платежки. Штрих-код расположен в разных местах, на разных платежках. За ТБО, за квартплату, за капитальный ремонт. В общем, на разных вопрошайках. Мне прислали такую информацию, что если на телефон поставить программу сканирования штрих-кодов и распознавания, то программа эта выдаст вот такой текст, зашитый именно в штрих-код. Меня попросили озвучить эту информацию о том, что якобы вот в этой строчке, вот в этом значении, СТ-300, две единицы, согласно ГОСТу Р-56042-2014, якобы зашита информация, что вот эти две единички, якобы означают наименование, назначение платежа, отдых и путешествие. У кого-то стоит 11, у кого-то 12, и 12 это инвестиции и страхования, хотя по идее якобы должно быть указано 02, это коммунальные услуги и ЖКХ. Вот еще одна страница из этого ГОСТа о том, что СТ это индификатор формата. Вот еще примеры, у кого-то 11 указано, у кого-то 12, еще 12, 11, 12, 12. Мы отсканировали несколько платежек таких попрошайок, платежи конечно в кавычках, попрошайок без кавычек. Кто я сделал? Нашел этот ГОСТ, вот тут написано, что он утвержден и введен в действие приказом. Открываем приказ в соответствии с федеральным законом. Федеральный закон принят в Государственной Думе в 2002 году, одобрен Советом Федерации. Вроде как бы все сходится, все правильно. Вот я нашел это приложение, ГО обязательно. Перечень значений технического кода платежа, техкод. Мы видим коммунальные платежи, это 0,2, 11, это отдых и путешествие, 12, инвестиции и страхование. Вроде как все сходится, но идем в самое начало и ищем таблицу 1, элементы служебного блока. Идет расшифровка с самого начала. То есть смотрим первые два символа. Является признаком формата, то есть если стоит СТ, значит этот код соответствует этому стандарту. Если указано не СТ, тогда это формат чужой и он обрабатываться не должен. Следующие четыре знака, вот количество знаков байт, это версия формата. Смотрим, 0, 0, 0, 1, это версия формата. Текущая версия, первая. А следующий знак, то есть последний до разделителя, вот это разделитель, палочка. А вот это единичка, которая меняется. Вот она, то на единичка, то двойка. Опять единичка, опять двойка, двойка. Это у нас признак набора кодированных знаков. То есть какая кодировка используется. Это компьютерные понятия. Есть разные кодировки и в данном стандарте используется только три из них. Единичка означает кодировка в N1251. Ну, кто разбирается в компьютерах поймет, что это такое. А двойка, это международный стандарт UTF-8 кодировки. Всем известна проблема с кодировкой. Если неправильно указана кодировка, исходная, то вы можете просто получить вот такую крикозябру, как ее называют в народе. То есть невозможно прочитать текст. Хотя он тут есть и отформатирован. Просто использована неверная кодировка. Откуда же взялся миф про назначение платежа? Смотрим, что такое техкод. Техкод это прочие дополнительные реквизиты. То есть он используется на усмотрение того, кто генерирует данный код. То есть это параметр, которому можно присваивать значения. Ну, например, персональный счет указан. Мы нигде не видим, что здесь использован дополнительный параметр техкод. Здесь есть дополнительный параметр purpose, то есть назначение. Вот написано кварплата. Категория дополнительный параметр равно основной долг. Но параметр техкод здесь нигде не использовал. Я ни на одной платежке его не нашел. И вот в этом примере тоже. Вот видим. Номинование платежа дополнительный формат, дополнительный реквизит. И к обязательным они не относятся. А техкод вообще относится к прочим дополнительным параметрам. То есть его использование вообще очень редко происходит. И вот там как раз и указываются вот эти значения. Что это за параметр? Читаем. Технический код, рекомендуемый для заполнения поставщиком услуг, может использоваться принимающей организацией для вызова соответствующей обрабатывающей IT-системы. Перечень значений кода предоставлен в приложении ГЭ. То есть этот код введен для упрощения обработки QR-кодов. Но по факту он, видим, что нигде не используется. Я нигде его не нашел. Ни на одном штрих-коде. Вместо этого указывается назначение прямой квартплата. Как ни странно, мы эту ситуацию разбирали вживую с другими людьми. И многие поверили в это, не разобравшись. То есть не заглянув в стандарт и не понимая, не прочитав, не прочитав вот эту главную таблицу, которая конкретно говорит, что первые два символа это признак стандарта, следующие четыре символа это версия, а вот этот символ, который меняется постоянно, это просто версия кодировки. Вот тут даже пояснение есть, что набор кодированных знаков в N1251 приведен в приложение А. Вот приложение А, сама кодировка. Что буква А большая, имеет компьютерный код 0C или 192. В случае КОИ-8Р это уже буква Ю. То есть от кодировки зависит, сможете прочитать вы текст или нет. Именно поэтому и меняется вот этот значок 1, 2. Если вот здесь поставить единичку, то вот эти все русские буквы превратятся к рекозябру. Ее невозможно будет прочитать. В одной картинке наглядно показано. Первые 8 байт, то есть первые 8 символов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вместе с разделителем. Это у нас идет идентификатор формата, версия, кодировка, разделитель. Никакой ссылки на назначение платежа. Это все указывается вот в этих дополнительных параметрах и реквизитах, которые, тех код, мы нигде не нашли. Все. Миф разрушен. Народ, проверяйте информацию, прежде чем размещать ее и кому-то советовать. Благодарствую. А еще больше удивляет реакция народа. Вам реально подсовывают фейк, вам говорят громкий лозунг, почти ничего не показывают, только обложку. Никогда издано в тираж, ни внутренности, ни одной статьи, ни одной поправки не приводит. И вы всему этому верите. Не просто верите, вы еще и репостами забиваете все чаты, все комментарии ко всем видео. И используйте данное видео, данную информацию, как экспертное мнение, как истину. Не перепроверив, даже не задумываясь, так оно на самом деле или нет. И никто из вас не удосужился заснять подобное видео. Никто из вас даже шага ни одного не сделал. Ни одного действия, чтобы перепроверить данную информацию. Вы понимаете, насколько вами легко управлять. Вам любую новость подсунуть можно. Любую. И 99% поверят, не перепроверив. И даже не пересмотрев видео. Задумайтесь, народ, что вы делаете. Так что миф разрушен, вопрос закрыт. Всем благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok